Ключ к большим заработкам. Бизнес, в котором вы ни от кого и ни от чего не зависите. И в нем есть безлимитный потенциал. Это все про трейдинг, торговлю на фондовом рынке. Но с чего начать, как стать успешным в трейдинге и не прогадать? Об этом в программе интервью нам расскажет успешный трейдер, автор книг и семинаров по трейдингу Александр Герчин. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Рады вас приветствовать в нашей программе. Спасибо, что уделили свое драгоценное время. Сегодня в Казахстане вы провели семинар впервые. Расскажите, пожалуйста, как вы оцениваете наш рынок? У меня в принципе студенты из Казахстана еще с далекого 2010-2011 года. Я не первый раз в Алмате и в Астане был несколько раз. У меня очень много студентов из Казахстана. На самом деле, и даже, кстати, самое интересное, что в свое время, когда у вас была программа умных студентов, очень много ребят переезжали, которые когда в Нью-Йорк учиться, они приходили ко мне учиться там. Народ действительно очень хороший, народ жаждет учиться. Спрос огромный, люди понимают, что это будущее. И каждый человек, который зарабатывает деньги, понимает, что в какой-то момент нужно будет приумножать, зарабатывать экстра для того, чтобы приумножать. Поэтому люди задают адекватные вопросы, люди знакомятся друг с другом, люди разного уровня. Есть люди, которые уже проходили у нас какие-то программы, есть люди, которые пришли первый раз. Но на самом деле очень здорово. У нас семинар проходит приблизительно где-то, наверное, часов шесть-шесть с половиной в день. Люди не хотят уходить. Вот расскажите, как вы начинали свой путь? Я знаю, что вот он прям такой, как показывают в фильмах, да, обычно. Что для вас было вот трейдингом, да, на тот момент? Желание заработать, либо узнать что-то новое для себя? Ну вот сейчас, когда люди смотрят уже через призму там успешных людей, для всех это желание, естественно, заработать. Потому что они знают, что, например, трейдер это такая элитарная профессия, и трейдеры могут зарабатывать деньги. То есть они смотрят и понимают, что в этом элитарном бизнесе действительно можно вот стать вот этой элитой, ни от кого не зависящей. И я, когда начинал, мне, конечно, честно, вот на мой взгляд, не повезло, так как, например, везет ребятам, у которых сейчас доступ к огромное количество информации. У нас инстаграм, у нас ютуб-канал, мы выставляем огромное количество видео абсолютно бесплатно для того, чтобы люди вообще могли понять, нужно это или нет, в какой степени это нужно, что с этим делать. Когда я начинал, вот тогда интернет было диковинка, я начал в 98 году, у меня получил все американские лицензии, в 98 году где-то в апреле месяце, и когда я начал работать, я понял, что я не понимаю вообще, что такое трейдинг, потому что тогда вообще это не было развито, и люди не могли сказать, вот ты можешь прийти в трейдинг и зарабатывать деньги. Но когда я пришел первый раз в фирму, мне повезло, что несколько людей в тот день заработали там по 5-10 тысяч долларов, и я понял одну вещь, я тогда работал таксистом и там зарабатывал 200 долларов в день, и я подумал, ого, если там ребята могут заработать, даже если я там 500 долларов в день заработаю, сидя чистеньким в офисе, то будет все очень здорово. Но никаких представлений о том, что это может быть будущей профессии, нет. Сейчас, вот благодаря тому, что эта информация в изобилии, прям в изобилии, ее очень много, и огромное количество фильмов и про трейдеров, и про Wall Street, а тогда был один фильм Wall Street, там 86 года, и то это больше было о брокерском бизнесе, нежели трейдерском, и люди не понимали, что это такое, там просто звучало, там квартира за 900 тысяч долларов, когда была, когда там Майкл Даглас рассказывал, и люди слышали эти цифры, все хотели идти в финансовую индустрию. Вообще все понимают, что если ты хочешь зарабатывать финансы, ты должен быть в финансовой индустрии. Как я сказал, мне не сильно повезло, потому что я не понимал, на что я иду, но я видел одно, что на Wall Street вращаются деньги, и скорее всего, если ты будешь там тереться, у тебя есть шанс стать одним из них. Ну сколько времени вам понадобилось, чтобы более-менее ориентироваться в трейдинге и начать зарабатывать? Я пришел в, ну я вообще как бы, ну я не могу сказать, там уникальный человек, но мои результаты в фирме, ну они, я был номер один в фирме, например, я пришел в 98 году, получил лицензии, сел торговать где-то в ноябре месяце, и 99 год я уже закончил с результатом 200 тысяч долларов. Домой унес. Я заработал там почти миллион, минус комиссионные, минус то, что забрала фирма, я унес домой 200 тысяч долларов в первый год. Во второй год я унес два миллиона. И я был три года, четыре года подряд в фирме номер один трейдер. Вы сказали, сейчас очень много информации, да, доступной каждому, скажем так, для того, чтобы получить какие-то, может быть, базовые знания о трейдинге. Как научиться фильтровать? Потому что, ну как бы в интернете, ну вы сами знаете очень много, да, всяких разных мошеннических схем, инфо-цыган тех же. Вот что бы вы посоветовали тем, кто вот сейчас хочет познакомиться с трейдингом? Ну, во-первых, люди, люди должны понимать, сейчас очень тяжело понять, понимает ли что-то этот человек вообще о трейдинге или не понимает. Это очень тяжело. Я могу говорить за себя. Меня можно проверить по всем источникам. Есть американские источники, которые показывают, сколько человек в индустрии. Я думаю, что когда ты в индустрии с 98 года, 24 года, то скорее всего с тобой все нормально, потому что иначе бы тебя не держали там в фирме, да. Я проработал в одной фирме, получается, с 98, 99, 2000, первый, второй, третий. В одной фирме я проработал 5 лет, и в другой фирме я проработал 8 лет. И потом просто я пошел на, ну так называемое, вольное хлеба. Я и так был трейдером, но вообще сам по себе такой вольный человек. Но я все равно был привязан к фирме. А в 2011 году я полностью вообще ушел и стал спокойно работать только на себя. Поэтому, например, меня можно спокойно проверить, посмотреть там, какие лицензии у меня, когда я получил их. Это все в Америке проверяется, называется брокер-чек через организацию Финнера. Там написано вплоть до того, какие экзамены я сдал, что каждый экзамен репрезентует. И, например, даже вплоть до того, какие проценты я получил на экзаменах. А я получил топовые проценты в Америке. Поэтому мне в этом повезло, потому что я понимал эту вещь, что я выбираю себе профессию, и я туда иду. Но вы абсолютно правы, на сегодняшний день просто огромное количество людей. Ну, я всегда показываю людям свои налоговые декларации. Что я могу больше показать? Плюс я американский гражданин, и люди понимают прекрасно, что одно дело ты вышел в СНГ и сказал, что ты номер один, и это ничем не подтверждается. Ты ничего не можешь там рассказать, доказать. Да, у меня там лицензии со многих стран мира есть. И лицензия, которая, например, у меня в Америке, она практически везде котируется. Я смогу поехать сегодня в Англию и абсолютно там сесть, спокойно начать работать со всеми своими лицензиями. Очень тяжело проверить на самом деле, насколько человек действительно настоящий и человек действительно компетентный. Я просто пытаюсь здесь быть, будем говорить так, политически корректным, потому что я бы мог, в принципе, сказать, но я выходец из той индустрии, где о людях говорят либо хорошо, либо не говорят вообще. Ну, сейчас, к сожалению, давайте я скажу, вот на что можно обратить внимание. Обещание о быстром заработке. Естественно, это первый признак того, что человек врет. Обещание того, что я научу вас там за три дня, однозначно врет. Там, особенно сейчас все, что связано с миром криптовалют, там просто повальное вранье, там на 90, наверное, 9 процентов. Купите эту акцию, вы разбогатеете, можно начать вообще с нуля, ничего не делать. Я всегда очень скептически отношусь, потому что я профессиональный трейдер. Вот у нас приходят люди на семинары, говорят, вот за что мы вам уважаем вас, за то, что вы пришли и сказали, что 95 процентов никогда ничего не добьются ввиду своей там психологической проблемы. Что действительно так. Когда вам говорят, что это просто легко и быстро, вообще в любом направлении, в любой сфере, это вранье. Дело в том, что человеческая психология, она устроена в большинстве как жадность. Человеку надо красиво пообещать, и тогда человек придет. Я другой человек, я человек, который не нуждается, поэтому я всегда говорю, как есть. Я на первом занятии, на нашем, да, люди сказали, о, нам говорили абсолютно другое. Я пришел, сказал, ребят, не будет легко, будет трудно. Огромное количество людей, которые очень умные, которые пытаются вылезти. 95 процентов людей вылетают в трубу. И причина этому, как в бизнесе. Статистически 90 процентов бизнеса вообще закрывается в первый год. И это может быть нехватка денег или нехватка профессионализма. В нашей индустрии практически то же самое. Но если человек психологически сильный, то его шансы там где-то стеряются сразу. Поэтому те люди, которые рассказывают, что будет легко и просто, это однозначно вранье. Просто не будет и легко не будет. А как вы оцениваете финансовую грамотность наших молодых людей, вот именно тех, которые приходят к вам за знаниями? Вы знаете, я, наверное, скажу, что вот этот семинар самый простой в моей практике, потому что я не получал, будем говорить, каких-то легких вопросов. То есть видно, что люди подготовились. Может, это книжки читали, может, смотрели видео. Но обычно, вот когда семинар идет, и тебе за время семинара задают меньше 15 вопросов, 20, значит, люди понимают, что ты говоришь. И ты, я просто человек, который, ну, я профессионал своего дела, я себя таковым считаю. Я всегда смотрю в зал, и я вижу. Честно, я больше, чем приятно удивлен. Я сегодня им так сказал. И ты знаешь, люди, наверное, могли подумать, что я льстец. Но люди, которые меня знают, они знают. Я могу в каком-то семинаре просто сказать, вы худшая группа, которая у меня есть. Вы такие тяжелые, с вами так тяжело. И так же самое могу сказать, что вы действительно очень легкие. То есть если бы я всем говорил, ну, будем говорить, однобойкие, односложные комплименты, что вы крутые, вы такие молодцы, ну, я могу сказать на семинаре, там в зале, если будет сидеть 150 человек, я скажу, вы на тяжелейшая группа, с вами очень тяжело. Я по 6 часов могу стоять на сцене. Вот, может, я сегодня отстоял 6 часов, пришел сюда. Мне, как бы, я не мальчик, уже мне 51 год. Я спокойно отстоял и пришел, потому что, ну, они не кровопийцы. Они сидят, и видно, что люди получают удовольствие. И вопросы, которые они задают, связаны с жаждой знаний. То есть они хотят научиться. Шеф, что нужно сделать, чтобы там состояться? Они меня все шеф называют. Там, что нужно сделать? Я говорю, надо писать, надо переписывать, надо записывать, надо это. Когда человек заходит, ему сказали, все легко, ты не переживай, все будет нормально, человек сразу на расслабоне. И это очень плохо заканчивается. Да, я согласна с вами абсолютно. А вы общаетесь со своими студентами? Всегда. Какое количество из ваших студентов стали успешными трейдерами? Все, кто дисциплинированно торгуют, очень много успешно. То есть если человек не нарушает дисциплину, то, что мы даем, и то, как мы учим, действительно помогает зарабатывать. Но вот у нас обычно на каждом семинаре, просто чтобы вы понимали, приблизительно где-то 40% – это повторники. Все люди, которые приезжают, вот там все люди прилетели с 15 стран мира. С 15 стран. Это люди, которые у нас учились. Ну, потому что они хотят развиваться. Если ты хочешь профессионалом быть, я абсолютно так же, я самообучаюсь. Да, я, например, перед каждым семинаром пишу себе всегда индексную вот такую вот карточку, что рассказать людям. И я же говорю, основная проблема людей – то, что вот они получили информацию из неправильного источника, им кажется, что это правда. Потому что вот сидят два человека, один тебе говорит, у тебя все будет хорошо, ты не переживай, сейчас заработаешь кучу денег. А второй стоит и негативит, как я. Будет очень тяжело, не факт, что у тебя получится. И человек не хочет меня слушать, но он все равно потом приходит ко мне. Потому что когда он поведется там на какую-то первую историю, он понимает, что это неправда. Ничему быстро нельзя научиться, абсолютно ничему. Ты получаешь азы, вот, например, в вождении автомобиля, и только потом ты эти азы преобразуешь в что-то профессиональное. Как? Делай одно и то же каждый день. Я всегда говорю там, еще раз книжку прочитайте, там, страницу. Вот вам домашнее задание. Они до такой степени привыкли, они мне сегодня говорят, шеф, какое домашнее задание на завтра? Я говорю, просто переписать конспект, потому что я иногда вижу, что информация новая и тяжелая. Это тяжелая информация. А как, на ваш взгляд, в чем заключается успех трейдера? Это вот знание, интуиция или умение выстраивать стратегии? Что вот основное вот в этой индустрии? Ну, две вещи, естественно, это знание и дисциплина. Только дисциплина. Ну, слово интуиция, в нашем бизнесе интуиция очень опасна. Но если правильно перепрофилировать слово интуиция, то, скорее всего, интуиция – это просто профессионализм, умноженный на годы. У нас слово интуиция, ну, например, вначале это страшное слово, а через пять лет, например, профессионального трейдинга – это очень хорошее слово. То есть это вот этот профессионализм, когда человек смотрит и говорит, я чувствую, что вот так будет. Например, там, две недели назад, неделю назад я дал биткоин к шарту. Я смотрю и говорю, я прям чувствую, но я не могу, я не имею права, как человек, будем говорить, так инфлуенсер, за которым смотрят люди, я не имею права сказать людям, я чувствую, я беру и объясняю. Потому что слово «чувствую», я не могу его объяснить. Но я должен сесть и сказать, окей, вот смотрите, вот биткоин себя повел так, вот был такой-то уровень, вот произошло то-то, тот. И это все у меня есть на Инстаграме, в открытом эфире. Мне никто не может сказать, что я людям не сказал, как есть. Вот мы даже ехали сюда, с моим партнером я еду, и вижу, что биткоин рисует какую-то картинку. Я тут же ее сфотографировал и тут же ее поставил в Инстаграм. Абсолютно безвозмездно. Почему? Я хочу, чтобы люди видели, что можно научиться. Цель-то какая одна. Можно вот этому научиться или нельзя? Например, быть профессором, скорее всего, ну, надо иметь склад ума. Вот не все могут быть профессорами. Но в тренинге действительно можно научиться, если правильно соблюдать правила, быть дисциплинированным, получить хорошую базу и все делать вот как нужно. Не как тебе сказали, а как нужно. Большой плюс того, чему я учу людей, я все хочу быть самостоятельной единицей. Я всем говорю, вы не должны опираться на мое плечо. Вначале, когда учитесь, да, задача одна, каждому быть самостоятельной единицей. Вот это самое главное. Вы должны выйти отсюда, знать, как торговать. Все. Ну, вот я пока тоже ехала на это интервью, я прочитала немного о вас. О вас говорят, что вы вот вангуете, как будет себя вести биткоин там и другие какие-то финансовые инструменты на фондовом рынке. Согласны ли вы с этим мнением? И как часто к вам обращаются ваши студенты за советами? Мне кажется, они сидят и следят за вашим инстаграмом тем же, чтобы посмотреть, куда и как дальше двигаться. Ну, ванга, ванга, она делала все то, что ей там приходило сверху, да. Если действительно верить в то, что было, я объясняю. Например, я не могу сказать, биткоин пойдет вниз, и люди должны меня слушаться безукоризненно. Я говорю каждому студенту, вот сказал в первый день, запомните одну вещь, вы все должны пропустить через себя. Даже если я сегодня сказал, потому что меня мой отец научил, я помню, мне было лет, наверное, 12, я прихожу к своему отцу, у меня очень строгий отец был, большой начальник и очень строгий. Я иногда смотреть боялся, такой из Советского Союза, типичный. И я помню, к отцу прихожу, там все мои друзья куда-то пошли, папа меня не отпускает, я говорю, папа, ну вот все. Он мне сказал одну вещь, а что если все будут биться головой об стенку? Ты тоже будешь биться. Я понял одну вещь, я когда студентам на первом занятии сказал, что бы я ни говорил, вы должны все делать через свою призму. Вы можете прислушиваться, но слушать должны только себя, потому что я не рискую вашими деньгами, вы рискуете вашими деньгами. И любое, которое мое объяснение, я всегда его объясняю людям, потому что моя задача не делать из них наркоманов, подсаженных на Александра Михайловича Герчика, а сделать из них тех самостоятельных людей, которые сами могут принимать решения без моего участия в их жизни. Я с вами согласна. А вы сейчас занимаетесь трейдингом? Каждый день. А когда, вот в какой момент вы подумали о том, что нужно делиться со своими знаниями, проводить семинары, писать книги? Во-первых, еще когда я работал в старой фирме, из-за того, что я, в принципе, был номером один, мой хозяин все время мне говорил, ну иди расскажи что-то людям, ну иди что-то покажи. И так получилось. Потом в 2006 году, наверное, для того, чтобы потешить свое самолюбие, потому что я уже к этому времени был довольно-таки достойный трейдер, я открыл офис за свои собственные деньги в Туле. Набрал людей просто с обыкновенного местного локального тульского университета, абсолютно рандомных людей. Сам провел приблизительно 750 персональных интервью, вытащил свои собственные деньги и полностью профинансировал этих людей. Офис у нас просуществовал где-то порядка шести лет. Ребята заработали огромные деньги, я заработал деньги вместе с ними. Очень много людей там пересеклись со мной дальше по жизни, стали со мной работать, некоторые стали работать у меня. И потом, опять же, чисто случайно получилось, когда-то в тульский офис к нам просто заехал один парень и говорит, ой, у вас так так здорово, а вот я банкир. И мне бы очень интересно было, если вы мне почитали бы лекцию. Я говорю, ребят, я вообще не профессиональный лектор, и я как-то к этому очень скептически отношусь. А говорит, мы соберем вам группу, а вы просто рассказывайте то, что вы умеете. Ну и вот так вот я встал и 10 дней рассказывал. Потом кто-то из этих друзей позвонил в другую брокерскую контору и говорит, вот тут перец разбирается, давайте его возьмем. Меня опять там пригласили, я в то время там был часто в Москве. Мне бы хотелось вот такого вот разнообразия, может, какого-то. И я прочитал еще одну. Потом у меня появился организатор в Москве, а потом у меня появился Дима, мой партнер, с которым мы вместе 14 лет, сказал, я буду организовывать ваши курсы. Я сказал сразу, я не хочу заниматься инфраструктурными вопросами, я не занимаюсь денежными вопросами, никакой маркетинг, ничего. Моя задача одна – учить людей. Все. Потому что если бы я был сконцентрирован на всем остальном, деньги и все остальное, скорее всего, ничего хорошего из этого не вышло бы. И все. Моя задача – выйти, прочитать людей, научить. Меня иногда спрашивают, сколько стоит курс? Я говорю, я не знаю. Я не занимаюсь материальными вообще вопросами. Мне там отчитались раз в квартал, сколько денег там было заработано и все остальное. Все. Я вообще не пытаюсь лезть в эти вещи. Это называется микроменеджмент. Когда ты начинаешь заниматься микроменеджментом, то ты никогда в жизни не сможешь по-простому вырасти. Это не мое дело. Я же говорю, у нас семинары всего четыре раза в год. И бывает такое, что выездной семинар или три раза в год семинар, и один раз выездной – это обычно Турция или, может, какая-то другая страна, где мы с семьями все приезжаем и по-простому получаем удовольствие друг от друга. 90% стран мы просто не едем. Меня в Китай приглашали несколько лет назад. Я как подумал, что мне… Я и в Алмату не хотел ехать. Я летел сюда 22 часа. 22. Не забывайте, я лечу 22 часа, и мне 10 часов еще назад. Но у нас здесь много друзей. У меня здесь партнер, с которым мы там занимаемся разработками определенными. И все. Я сказал, да, ну, ну, приятное с полезным. И скажу честно, я очень рад. Очень. Я вот, например, последние три дня, вы не поверите, чем я занимаюсь. Я каждое утро катаюсь на самокате. Классно? Сколько он может заработать, вот если будет использовать правильно, как вы говорите, свой ум, интуицию, знание, дисциплину в первую очередь? К сожалению, в трейдинге нет среднеаритметического. Нельзя всех сложить, поделить и получить какую-то цифру. Во-первых, все зависит, насколько этот человек хорошо подготовлен. Насколько этот человек имеет определенную сумму. Например, люди, которые приходят со 100 долларов и хотят заработать миллионы, они должны сразу понимать, я прямо в камеру посмотрю и скажу, что этого не будет. Хотя я видел прецеденты очень серьезные. Мы недавно брали интервью у одного из наших студентов, который накоплен в интернете. Притом, понимаете, люди очень часто не верят. Мы показали брокерские отчеты. Человек с 700 долларов заработал больше 40 тысяч. И за этот месяц он удвоил 40 тысяч. То есть, по сути дела, приблизительно за полгода этот человек с 700 долларов заработал 80 тысяч долларов. Участь у нас. У нас есть трейдеры-миллионеры. Реально. Но люди должны понимать, что с очень маленькой суммы огромных денег очень тяжело заработать. Это, скорее всего, даже исключение из правил. Но люди должны понимать, что это такой же труд, такой же бизнес, как все остальное. Как говорила Коко Шинель, чтобы иметь то, что вы никогда не имели, придется делать то, что вы никогда не делали. И люди должны понимать, что на все нужно время. Мне, например, повезло, что я там за полтора года уже заработал огромное количество денег. Это повезло называется. Людям, многим, кто у меня учатся, им повезло, потому что они встретили меня на своем пути. Но люди должны понимать, что не будьте чудо, за три месяца с нуля, не понимая ничего, без базы, шансы равны ноль. Вот многие ребята, которые поучились, я сказал, два месяца даже не начинайте торговать. Вообще. Даже не лезьте. Почему? Потому что надо переварить знания, надо все переписать по новой, тетрадки и все остальное. Ну и вот тогда, тогда у вас появляется шанс. В другом случае вас просто система раздавит. А вы даете рекомендации, с какой суммой заходить? Начинать надо с маленьких сумм. И это не говорит об уровне богатства этого человека. Это говорит о том, что вы заходите в новый бизнес. Это как ресторан. Если у тебя никогда ресторанов не было, ты не можешь строить десятиэтажный ресторан. Начни с кафешки. Посмотри, как пойдет. Начни пироженки продавать. Посмотри, насколько вообще это твое. Может, это вообще не твое. Может, и вообще не для ресторанного бизнеса. И только потом уже начинаем, будем говорить так, мультиплицироваться. Поэтому смысл, он предельно простой. Начинать с маленьких денег. А может ли человек совмещать трейдерство с другой какой-то профессией, с какой-то другой работой? Либо нужно постоянно присутствовать на фронт. Больше, конечно, инвестиций. Да. Почему? Потому что там сам трейдинг, ну, он, конечно, нуждается в каком-то проведении часов за монитором. Но, например, если человек торгует так называемые свинги, свинги – это там два дня, три дня, четыре дня. Ну, тогда ему не надо много времени. Он может спокойно там торговать ту ситуацию, на работе сидит. Ну, если человек сидит 20 часов на работе, ну, это, конечно, не для него. А какой рынок менее рискованный? Вот Форекс, насколько я знаю, ну, там действительно нужно уметь торговать, да? Это не правда, все рынки одинаковые. На рынке самое главное – это волатильность. Бывает хорошая волатильность, бывает плохая. Рынок Форекса абсолютно ничем не отличается от американского рынка и ничем не отличается, например, от криптовалют или фьючерсов, или российского рынка. Ну, неважно вообще какого. А смысл там предельно простой. Ты просто должен оценивать волатильность и оценивать риски. Но если ты торгуешь от риска, то есть, да, твой трейдинг построен именно от риска, а не к риску, как очень многие идут, а именно от риска, у тебя не будет проблем ни на каком рынке. А сейчас какова вообще волатильность этих рынков, учитывая вот эту ситуацию, да, в геополитике? Очень хорошая. Сейчас у нас, вот в декабре был тяжелый рынок, декабрь, январь был тяжелый, а потом рынок, там, март, апрель уже пошел, пошла высокая волатильность, люди стали очень хорошо зарабатывать. Например, там, у нас есть люди, кто на падении биткоина, там, с заемными средствами, там, ну, 300% заработали. То есть, рынок позволяет. Вообще, 3-4 раза в году рынок дает вот эти вот огромные возможности. Самое главное досидеть и высидеть. Вот это самое главное. Если у тебя, по сути дела, хватает терпения, хватает выдержки, хватает дисциплины, все в твоих руках. Александр, благодарю вас за интересную беседу. Честно говоря, я тоже загорелась трейдингом. Мы вообще раньше очень часто делали такие однодневные презентации, чтобы человек для себя решил вообще, нужно это ему или не нужно. Ну, самое главное, что это работает. Спасибо еще раз. От души. Как вложить в трейдинг и не прогадать в программе интервью нам рассказал успешный трейдер, автор книг и семинаров по трейдингу Александр Герчик. До свидания.